Здравствуйте, меня зовут Блакова Дарина, я учусь на втором курсе на корейском направлении. И я расскажу о стажировках в Корее. Корейское направление – это одно из самых удачных в плане выбора стажировок. У нас достаточно их много, и на них очень реально попасть, особенно на летние языковые практики. Летние языковые стажировки могут быть от 2 до 7 недель. Сейчас основной партнер вышки – это университет Кьонхи. У вышки есть отдельная программа, вы, наверное, знаете, двойной диплом с университетом Кьонхи. Но студенты с нашей программой в Востоковедине тоже могут туда поехать. Эта программа как просто летняя языковая школа, вы ходите на курсы вместе с иностранцами, вам также устраивают занятия по культуре и экскурсии в известные места в Корее. Есть сейчас выбор поехать на 3 недели или на 7 недель. Также каждый год предлагают несколько мест на бесплатную стажировку в университет Кьоннам. Это в провинции, это не в Сеуле, а в провинции Куанчжу. Туда могут поехать те, кто лучше всего учится, им обычно предлагают места. Но бесплатная она в том смысле, только что обучение там бесплатное, а перелет и расходы на проживание вы оплачиваете сами. Второй тип стажировок – это более длинные. В основном у нас ребята ездят на 4 месяца, и в Корее это полноценный семестр, то есть или осенний, или весенний. Я сейчас поеду в Сеульский национальный университет на 4 месяца, и я на примере этого расскажу примерно, как люди собираются и готовятся к стажировке. Если это бесплатная стажировка, и вы подавали заявку на волну вот этих бесплатных стажировок, и вас одобрили, то вы собираете просто необходимые документы. Принимающий ВУЗ вам оплачивает обучение, в частности, корейский язык, и курсы, которые вы можете там выбрать через интернет. Будет интернет-регистрация, и студенты по обмену могут выбрать курсы. Вышки вы платите только за те предметы, которые вы будете перезащитывать дистанционно, и это достаточно удобно, получается дешевле, но попасть на такой бесплатный стажировка не так просто, нужно быть в 100-летниках. Но я сейчас еду на 2-м курсе, но в основном у нас люди ездят на 3-м и 4-м курсе, но так как сейчас у нас программа 5-летний, я думаю, кто-то и на 5-м курсе поедет. Основные университеты-партнеры – это Сеульский национальный университет, университет Карио, Сеульский технический, который также называется Alltech, и университет Куннин. Они все находятся в Сеуле, и все очень хорошие ВУЗы. Иногда еще Вышка сотрудничает с такими ВУЗами, как Женский университет ИХУА, но даты могут накладываться на нашу сессию, поэтому это, если по уважительной причине, то тоже можно поехать. Вот, а эти стажировки, они в первую очередь для того, чтобы выучить язык, попрактиковать, и с какой-то стороны наладить контакты с той стороной, либо, может быть, уже в научном плане подчеркнуть какие-то идеи для научной работы, для курсовой работы. Что очень важно, это вот на корейственном направлении у нас были студенты, которые получили, закончив бакалавриат, гравительство в английском магистратуре, и вот у нас студенты поступили в университет Киомце. Это все. И им университет после обучения, честный перелет, и со своим. Вот, нам не так легко, это большой конкурс, и хорошо владеть ком, как корейским, так и английским. Но наши управляющие, это все мотивации, можно попробовать. Это очень хорошая возможность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!